Приветствую всех вас, дорогие друзья! Очень приятно, что сегодня наконец-то такое теплое, солнечное утро и особенно радостно то, что мы сегодня можем собраться и в таком формате, но, тем не менее, поговорить о Слове Божьем, поговорить о том главном, о чем должен говорить и думать каждый человек, который живет сегодня на земле. А начать наши размышления я хотел бы с такого вопроса, чего мы вообще ждем в нашей жизни? Вот сейчас подумайте о том, чего вы ждете прямо сейчас. Я предвосхищаю некоторые вопросы и думаю, что, прежде всего, мы, конечно же, ответим, что ждем окончания карантина. Конечно, у нас связаны самые лучшие ожидания с тем, что карантин когда-то закончится и, наконец-то, будет все хорошо. А еще мы ждем этого окончания, потому что мы, наконец-то, сможем в привычном для нас формате участвовать в богослужении. И мы сможем поклоняться Богу, мы сможем приходить в церковь, видеть братьев и сестер, которых мы очень давно не видели, видеть своих друзей, приветствовать всех и как-то пребывать в таком общении, к которому мы привыкли и которого очень нам не хватает, не достает. Конечно, мы связываем и наши ожидания с тем, что придет время, все закончится, будет налаживаться. И работа наша, которая сейчас у многих очень люди остались без работы в этот период времени. У очень многих людей в бизнесе дела идут все хуже и хуже. И очень многие ожидания, хорошие ожидания мы связываем с тем, что вот-вот должно наступить какое-то другое время и все должно поменяться. А кто-то, может быть, отложил свою свадьбу из-за карантина, кто-то, может быть, ждет этого момента для того, чтобы все-таки его семейная жизнь поменялась. И сейчас вот человек, кто-то, может быть, живет сейчас именно в таких ожиданиях. Кто-то думает, что, может быть, у меня скоро родится ребенок, и ожидания этого события, они тоже наполняют его жизнь особенными какими-то чувствами, переживаниями. А кто-то, может быть, думает, что скорее бы уже открылись границы, я мог бы поехать куда-нибудь отдохнуть, и это тоже ожидание. И мне кажется, что все мы так или иначе живем в ожиданиях лучшего. Нам очень хочется ожидать именно этого, чего-то лучшего. Никто не надеется на худшее, и хотя мы понимаем, что мир меняется таким образом, что все становится хуже, но мы все равно хотим, мы ждем. И все делаем для того, чтобы ожидать чего-то лучшего. Мне кажется, что даже преступник какой-нибудь осужденный на смертную казнь, и то он ждет какого-то чуда. Может быть, что-то поменяется, и все станет намного лучше. И чем больше я начинаю думать о том, с чем связаны наши чаяния и ожидания, я ловлю себя на мысли о том, что мы думаем, что будет лучше именно в земном контексте. В том, что происходит у нас здесь на земле. Я понимаю, что мы вот из земли взятые думаем об этом земном. И почему-то все лучшие ожидания, о которых мы думаем сейчас, они действительно связаны с тем, что происходит здесь на нашей земле. Эта земля нас как бы притягивает. Когда-то Исаак Ньютон на склоне лет рассказывал о том, как он открыл всем вам известный закон всемирного тяготения. Он гулял как-то вечером, видел уже луну, знаете, когда еще светло, но луну уже видно. Он смотрел на эту луну, думал о том, каким образом получается так, что ее держит, какая сила ее держит. Вот увидел это знаменитое падающее яблоко, он открыл этот закон всемирного тяготения. Один и тот же закон заставил одно яблоко упасть, а луну он держит как бы в невесомости. И она и не улетает от земли, остается на ее орбите, но в то же время и не притягивается больше, чем это нужно. И на тот момент люди очень четко понимали и думали о том, что есть земная гравитация и есть небесная гравитация. И вот, друзья мои, я сегодня хотел бы поговорить об ожиданиях христианина. Ожиданиях нас как христиан, не просто людей, которые живут в такое смутное тяжелое время, в особенное время карантина, изоляции, но о наших ожиданиях как ожиданиях христиан. В этом контексте хочу, чтобы мы построили сегодня наш с вами утренний диалог. И, конечно же, я буду говорить о втором пришествии Иисуса Христа. Как в самом главном ожидании каждого человека, каждого христианина. Это главное ожидание, которое может и должно и способно полностью поменять нашу жизнь. Мы будем совершенно по-другому воспринимать эту жизнь, совершенно другие планы у нас будут, если мы действительно будем жить в ожиданиях вот этого второго пришествия Иисуса Христа. Мы, конечно, ждем лучшего. Знаете, я думаю, вот просто подумал о том, что когда люди приходят, они настолько хотят лучшего, что мы даже новости плохие не хотим нести какому-то человеку. У меня есть друг, который всегда ко мне приходит и говорит, у меня есть две новости, одна хорошая, одна плохая, что тебе рассказать. Настолько нам не хочется говорить эти плохие новости, что мы человеку говорим, скажи, вот какая, ну, и как правило говорят, ну, давай сначала хорошую. Однажды два таких состарившихся футболиста договорились между собой, что если один из них умрет, он должен выйти как-то на связь и сообщить второму, а есть ли на небе футбол? Ну, значит, один из них умер и через три дня выходит на связь со своим другом, который еще живой, и говорит, дружище, у меня к тебе две новости, одна хорошая, одна плохая. Ну, говори сначала хорошую. Он говорит, я тебе хочу сказать, что на небе есть футбол. Ну, давай теперь вторую, плохую. Плохая заключается в том, что в эту пятницу у нас игра, и ты в основном составе. Интересная новость о втором пришествии Иисуса Христа, которое тоже будет восприниматься как для кого-то хорошее, а для кого-то плохое. Все зависит от нашего ожидания. Итак, текст Священного Писания, который я хочу вам предложить. Сегодня мы будем читать много текстов из Библии. Послание к евреям, 9 глава, с 28 стиха. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении». Итак, братья и сестры, дорогие друзья, все те, кто слышит этот текст Священного Писания, обратите внимание, что Христос второй раз явится для ожидающих Его. То есть, другими словами, для тех, кто Его ждет. Это первая главная мысль, которую я хочу, чтобы мы с вами сегодня усвоили, поняли и попытались в свою жизнь ее каким-то образом внедрить, особенным образом. Это то, что у нас должно быть это ожидание второго пришествия Иисуса Христа. И это ожидание, оно должно формировать нашу жизнь. Послание к Титу, 2 глава. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Так записано в 11 стихе и дальше. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно и праведно в благочестии жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, этот текст говорит о том, что мы должны жить, ожидая блаженного упования и явления вот этой славы Иисуса Христа. Друзья мои, здесь жить и ожидать, оно как-то идет рядом. То, что касательно ожидания, нам понятно примерно, что такое ожидание, но вот каким образом меняется наша жизнь в контексте ожидания второго пришествия Иисуса Христа. В прошлое воскресенье было хлебопреломление, мы вспоминали смерть и страдание Господа нашего. А Священное Писание говорит, что вы это будете делать, возвещать смерть Господню, и опять говорится о том, что это будет делать каждый христианин, доколе Христос придет. И опять Священное Писание нам говорит, такой важный момент, говорит о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа. Около 500 текстов в Священном Писании говорят, что Иисус Христос придет во второй раз. Каждый 20 стих Библии говорит о втором пришествии. Более 318 определённых, конкретных, чётких обетований о втором пришествии. И я уверен, что эти обетования, они исполнятся точно так же, как и все пророчества, которые исполнились при первом пришествии Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем еще один текст Священного Писания. Это второе послание Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так всё это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, в который воспламенённые небеса разрушатся, разгоревшие стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неосквернёнными и непорочными в мире». Итак, Священное Писание нам очень часто и очень чётко говорит о том, что сам процесс ожидания является каким-то действительно процессом, каким-то трудом и, другими словами, жизнью христианина. То есть, ожидание становится не просто сидением, и я вот сижу и жду какого-то часа, какого-то момента, как мы очень часто ждём на вокзале поезд или отправление самолёта. Мы сидим просто и ждём, ничего не делая, нам ничего не остаётся, мы просто ждём. А вот ожидание Второго Пришествия кардинальным образом отличается от того, что это ожидание влияет на жизнь человека. Ожидание и становится самой жизнью. Ожидание Второго Пришествия, оно очень сильно влияет на все наши чаяния, надежды и, собственно говоря, на нашу жизнь. Мы совершенно по-другому жить начинаем, если мы ждём Второго Пришествия Иисуса Христа. Как часто мы задумываемся над тем, что наш сегодняшний день, наши сегодняшние ожидания, мечты, планы, послеобеденные, завтрашние планы должны зависеть непосредственным образом от того, что мы ждём Второе Пришествие Иисуса Христа. Мне вспоминается один очень частый вопрос, который я неоднократно слышал в различных проповедях. Очень часто я слышал. И сейчас я хочу его задать вам. А что бы вы сделали? И как бы поменялась ваша жизнь, если бы вы узнали, что Иисус Христос придёт через неделю? Я уже предвкушаю стандартные ответы, которые бы точно, наверное, мы бы сказали. Вот знаю я, что Христос придёт через неделю, я бы всё бросил. Я бы ходил всем людям, кого бы я не встретил, я бы проповедовал о том, что нужно покаяться, о том, что Христос придёт через неделю. Я бы точно поменял свою жизнь, и я бы пошёл, побежал бы по всем своим родным, знакомым просить прощения у каждого, кого я мог теоретически хотя бы обидеть. Я бы хотел наладить и полностью изменить свою жизнь, наладить отношения абсолютно со всеми людьми. Вот как бы я, наверное, вёл себя в ожидании Второго Пришествия, зная, что через неделю придёт Христос. И тут у меня вторая мысль возникает. А если я вот так, зная, что Христос придёт через неделю, захочу поменять свою жизнь, то значит ли это, что я сейчас готов к Его Пришествию? Если мне так резко и так много, нужно поменять. А готов ли я на самом деле к этому Второму Пришествию, и жду ли я действительно этого Второго Пришествия? И так я начинаю понимать, что ожидание Пришествия – это не поглядывание на часы, когда же придёт Христос, или просто проживание своей жизнью в надежде узнать, а что же будет раньше – моя смерть или Второе Пришествие Христа, и таким образом я живу? Нет. Моя жизнь, ожидание Второго Пришествия становится другой. Именно из-за того, что я живу в ожидании Пришествия, я что-то делаю. Все мои мысли, они основаны на… Я представляю себе очень чётко и ясно, как проиллюстрировать в нашей жизни это происходит, огородники, дачники особенно. Вот что значит, что они ждут весну? Это не значит, что просто ждём тепла и календарного какого-то, вот даты календарной наступления весны, или таких тёплых среднесуточных температур. Нет. Ожидание весны для дачника и огородника, для фермера – это совсем другое. Ему очень много нужно успеть сделать, ещё начиная с осени, для того, чтобы когда придёт эта весна, чтобы пшеница уже взошла к этой весне, и у нас был хлеб. Что значит, что огородник ждёт осени или там конца лета, что он ждёт какого-то урожая? Это не значит, что он будет просто весной ничего не делать и ждать, когда же там помидоры поспеют. Он обязательно должен ухаживать за своими помидорами, персиками, цветами, за травой, чтобы она была зелёная. Это всё есть какой-то процесс. Ожидание какого-то времени предполагает то, что я нахожусь в каком-то процессе, и жить в какой-то работе, жить особенно работая. В контексте второго пришествия – это работа над собой. И жить нужно потому, каждый день быть готовым ко встрече со Христом, ко второму пришествию, потому что никто не знает дня и часа, когда будет происходить этот момент. Жить нужно этим. «Придёт же день Господень, как тать ночью», – говорит Священное Писание. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один», – говорит Евангелие от Матфея, 24 глава, 38 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 7 стиха. «Впрочем, Пётр говорит, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, а более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Пётр, понимая и зная, каким образом мы способны менять свою жизнь, зная о том, что Христос сейчас придёт, он заранее говорит. Вы не ждите того, что вдруг узнаете, что через неделю он придёт, чтобы помириться со всеми, чтобы сделать кому-то какие-то добрые дела. Нет. Вы уже живите, более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Если мы каждый день будем жить в любви, то нам ничего не придётся менять, зная, что Иисус придёт через неделю, что очень скоро, через несколько дней будет это второе пришествие. Мы готовы к нему каждый день, мы готовы к нему каждый момент. Если ожидание и жизнь в этом ожидании для нас пишется через знак «равно». Современные ожидания пришествия Иисуса Христа, они очень странные для меня. Потому что сегодня люди путают ожидание второго пришествия и вычисление этого второго пришествия. Когда мы говорим о втором пришествии, неизменно мы говорим о признаках, о том, что будет происходить, о том, какие изменения будут происходить. И если я сегодня, поговорите с молодыми людьми о том, какие признаки пришествия Иисуса Христа, о втором пришествии Христа, то вы неизменно придёте к чипам, вживляемых то ли в руку, то ли в голову, то ли под кожу, которые будут контролировать нас. Мы неизменно будем вспоминать о том, что есть войны, глады, моры по всей земле, которые в Писании мы читаем, что именно это будет предшествием того, что явится Иисус Христос. Очень-очень много вещей мы способны сопоставлять, вычислять и чуть ли не находить эту конкретную дату. Но за этим всем мы упускаем одно, а жизнь моя соответствует ли жизнью такого христианина, что я ожидаю это второе пришествие? Потому что невозможно ждать второго пришествия и ничего не менять в своей жизни. Второе пришествие очень сильно влияет на то, что мы думаем и чего мы ждём. И если я жду второго пришествия Христа, то я буду ждать уже не окончания карантина, я буду ждать не свадьбы, рождения ребёнка и чего-то другого, я буду ждать воскресения Христа. Все остальные вещи, происходящие у меня дома, в моей семье, в моём бизнесе, они всё будут зависеть от того, что я жду Христа. И это явление будет диктовать всё остальное поведение моё в различных сферах моей жизни. Мировоззрение человека меняется совершенно. И как пример я прочитаю 72-й псалом, достаточно известный псалом. Один верующий человек написал его, и ему было стыдно потом за свои мысли, но, слава Богу, Библия – это книга, которая не прикрывает недостатки человека, которая не пишет только хорошее, только красивое, а пишет истинную нашу жизнь, истинные наши слова. И эти слова этого человека, и слава Богу, что он был достаточно откровенным, чтобы их раскрыть нам, душу, своё и переживание, они очень полезны для нас сегодня. И так этот человек пишет, его звали Асав. «И вот эти нечестивые, они благоденствуют веки, этому умножают богатство? Так не напрасно ли я очищал сердце моё и умывал в невинности руки мои? Я подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошёл я во святилище и не разумел конца их». Итак, ребята, которые слушали своего друга, и он им говорит, «Я посмотрел вокруг и вижу, что все те, кто не ждут пришествия, кто не верят в Бога, не живут хорошо. А в чём моя проблема? Я постоянно тело своё сдерживаю, я постоянно свою жизнь контролирую, я как-то стараюсь жить так, как Бог смотрит на меня. А в чём разница? И почему я должен это делать? И не мог понять Асав. И он говорит, я это не понимал, пока не понял одного, когда я не понял на конец, на пришествие, на тот последний момент в истории человека или жизни любого человека, когда придёт Христос. Вот тогда будет разница, как говорят в Одессе, это будет две большие разницы. И тогда пришествие Христа будет для одних положительной новостью, для других отрицательной. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз мы думали по-особенному, чтобы Христос пришёл. Вот прям очень-очень сильно так молились и говорили, приди, Господи, прямо сейчас. Я думаю, что это будут времена тяжёлые. Вы вспомните особенно тяжёлые времена в вашей жизни, когда вы по-особенному молились, чтобы Христос пришёл. Это были какие-то периоды, может быть, тупиковые в жизни, когда, казалось бы, нет уже никакого выхода. Это казалось бы, что жизнь уже дошла до какого-то края, и дальше просто пропасть и обрыв. И в этот момент очень хочется, чтобы Бог пришёл, чтобы было это второе пришествие, и это всё наконец-то закончилось. Я представляю себе, вот Стефан, которого побивали камнями, когда собралась толпа вокруг него, его верующего человека, который ожидает пришествия Иисуса Христа, начинают бить камнями. И вот прилетает первый камень, попадает в него второй, третий. О чём он мог думать в тот момент? Господи, приди сейчас и забери меня отсюда. Забери меня из этого ада. И он увидел Господа, который был на небе, который встречал его. Мы думаем о втором пришествии, когда нам очень тяжело, когда нам очень сложно. И в данном контексте я теперь чётко начинаю понимать, почему в последнее время будут такие тяжёлые времена, когда мы будем слышать о войнах, о гладах, когда будет очень сложно и тяжело. Потому что именно в это время будут люди по-особенному молиться, Господи, приди, и это пришествие будет. Потому что во времена благополучия люди не думают о втором пришествии. Когда всё ровно у них, хорошо, жизнь размеренная, они не думают об этом втором пришествии. И мне в связи с этим вспоминается Антихрист, который очень чётко подойдёт к решению своего вопроса. Он наладит в жизни людей многие вещи. Он сделает границы объединёнными, будет мир во всём мире. Он таким миротворцем выступит. Он выступит за какую-то единую валюту, какую-то единую экономику. И всё у людей будет, всё прекрасно и всё хорошо. Когда всё прекрасно и всё хорошо, самое главное, что начинают люди о чём переживать? О втором пришествии. Вот как Он сделает. Поэтому, слава Богу, за те наши минуты в нашей жизни, когда даёт нам Бог эту встряску, потому что мы по-особенному начинаем думать о втором пришествии Христа и по-особенному начинаем рассуждать о том, что приди, Господи, гряди, мы начинаем просить Его, чтобы Он пришёл. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 21 стих, апостол Павел уже на тот момент не мог писать самостоятельно, он был достаточно слеп, писали его помощники, но вот эти слова он написал своей личной рукой. «Моё Павлова приветствие собственноручно», пишет он. И дальше следующие слова, которые являются, собственно говоря, самим приветствием. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема» «Маран Афа». Интересно, Павел решил своей рукой уже практически незрячий, больной человек написать интересные слова. Именно это он написал. «Кто не любит Господа, да будет предан анафеме. Кто не любит Господа, тот и не ждёт второго пришествия. Кто не любит Господа, тот не хочет, чтобы это второе пришествие было. И дальше через запятую пишется это слово «маран Афа». Это слово нам достаточно незнакомое, но вот что это слово обозначает. «Мар Господь, ан наш, Афа, грядёт». «Господь наш грядёт». То есть другими словами апостол говорит, «Кто не любит Господа, анафема, а для любящих Его Он грядёт». «Маран Афа, да грядёт наш Господь». Такой призыв, такие важные слова для христиан и первые христиане очень часто приветствовали друг друга именно этими словами. «Маран Афа». «Господь наш грядёт». Так может сказать только тот человек, который любит Бога. Это ещё один индикатор в нашей жизни. Если мы ждём второго пришествия, то мы любим Господа. А если не ждём мы Его, то мы не любим Господа. А если мы не любим Господа, то тогда другое слово, анафема, которое больше для нас известно, больше даже встречается на нашем языке, даже сегодняшнем. И само по себе вот это наше ожидание второго пришествия Христа, оно может быть и активным, и пассивным. Можно просто жить. У меня очень часто сын так с работы ждёт. Он просто станет возле ворот и смотрит. И он так час может стоять. Просто ждёт. А как мы ждём Господа? Как мы проводим свою жизнь в ожидании этого второго пришествия? Это большой вопрос для нас. Первое послание к Фессалоникийцам, пятая глава. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. Вот оно что оказывается. О временах и сроках даже нужды нет писать, потому что времена и сроки ожидания, времени это не про второе пришествие. Наша жизнь, вот что должно говорить о втором пришествии Христа. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мугородом и постигает имеющую во чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы, сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Вот что значит второе пришествие Христа, его ожидания. Это бодрствование и трезвление. Всего лишь три недели пробыл апостол Павел в Фессалониках, и уже через год он пишет им эти слова. И говорит о втором пришествии. Ну что такое год для христианина? Это так мало. Тот человек, который решил поменять свою жизнь, он принял святое водное крещение, и вот он выходит из воды, он совершенно счастливый, у него абсолютно такая вот первая любовь, светлые мысли, но по сути, если посмотреть духовными глазами, это всего лишь младенец какой-то в вере, который еще ходить твердо не может, на ногах твердо стоять не может. И вот через год каким он становится? Он подросший ребенок такой, маленький, но подросший уже. И вот апостол пишет самые важные слова для вот этого ребенка духовного. Ты будь готов ко второму пришествию, ты бодрствуй и трезвись. Ожидание Христа – это не ожидание какого-либо времени. Ожидание Христа – это вся наша жизнь. Это измененные наши ожидания, это измененные наши мысли. Это совершенно по-другому посмотреть на то, чего я жду, чего я надеюсь. И сегодня пусть это будет индикатором для каждого из нас. Ожидаю ли я Христа? Подумайте о своих каких-то краткосрочных целях, планах ближайших, которых вы построили, и посмотрите теперь через призму второго пришествия Христа, как выглядят эти планы в связи с тем, что я жду второго пришествия Иисуса. Если выглядят не очень, надо их подкорректировать. Только тот, кто любит Христа, тот его ждет. Только тот, кто ждет его, тот по-настоящему и действительно будет менять свою жизнь. Потому что времени поменяться в последнюю неделю, в последний день не будет. Времени попросить прощения у кого обидел, не будет. И предстанешь пред Богом таким, каким ты есть действительно на самом деле. И в Евангелии от Луки есть известные слова Иисуса Христа, его притчи, которые он спрашивает. А Сын Человеческий пришед, Он найдет ли веру на земле? Вот о чем говорит этот текст, что Христос, когда придет, Он и веру-то не найдет. Потому что люди будут верить в другое, в благополучие, в счастье, в границы, вернее, в отсутствие границ, в отсутствие каких-то плохих вещей, которых сегодня так много в жизни, но не будут думать о воскресении, о втором пришествии Иисуса Христа. И в заключение я хотел бы прочитать те слова, которыми Библия заканчивается. Откровение Иоанна, 22 глава, 20-21 стих. «Свидетельствующий это говорит, «Ей гряду скоро, аминь! Ей гради, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь!» Гряди, Господи Иисусе, этими словами я хочу закончить мою проповедь. И мы с вами помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!